вот тут дома стоят отдельные те александр там сиена river walk значит вот у нас это самое александр это вот как вы купили это нет нет это самый как бы дешевый это самый дешевый из домов почему вообще какие параметры вот тут на телефоне точнее самый дешевый идет одна одна одноэтажный барк здесь сожалению их нету но мы можем потом я вам покажу но не суть а мы не против пожалуйста пусть будет двухэтажный вот это самый дешевый он идет вот четыреста сорок семь девятьсот девяносто через 50000 тоже кстати он 1963 ну это нормально для дома это же 3 бэдрома да но такие же парами но у него друзья землица есть вот клятем во флориде можно там картошку сажать света я шучу наши зрители многие говорят как же так а помидоры а клубника где же посадить там ну наверное можно я не интересовался вопросом ну что друзья вот мы заходим в этого александра ну и вперед пошли пошли вперед и довольно стандартный набор то есть вот у нас тут туалет маленький такой это вот безопас система безопасности здесь гараж там темно но это вход в гараж это шкафчик ну что вот такая квадратная комната с катериной середины ты середине ты канико как вот цветочек такой на клубе полиция пришла да вот если вы слышали там по английски говорю пришла полиция там сигнализация с работу это неважно это не то чтобы мы в чем-то провинились нет пентри такая небольшая холодильник так ну что же так идем идем дальше и здесь у нас тоже ситуация с уже большое такое как влажно и тепло вот такое большое патио и уже в отличие от таунхауза где все это собиралось просто на металлической раме здесь уже такие стеночки стоят бетон и нас конечно я не видел чтобы что-то летало вот сетку я понимаю но я своими глазами вот мы уже в второй день потому что они сейчас они сейчас слегка не сезон спячку впали видимо постройки но летают именно мошки или еще что-то летает комары а есть комары тоже да я разговаривал женщины у которой таунхауз в джексон вилл это конечно не прямо тут это на север не но она говорит что она вообще не может находиться пакет для наградом такое налетает она говорит так вы видите даже представить не очень что может налететь я с тех пор вот спрашиваю себя что это могло бы быть такое может мошки и комары я представляю мухи там тоже пчелы представляют не ну это в тропиках может быть такое что нам с тобой не приснится да хорошо так а по земле у вас что-нибудь есть такое змеи какие-нибудь тарантулы нет нет тарантулов понял на тридцать третьем этаже друзья мне даже даже комар ветки редкий комар долетит до 33 этажа ну прям как по тарасу шевченко нет у нас даже комаров я даже не припомню но иногда вот мушки какие-то поэтому я не знаю как здесь будет потому что во первых смотрите если у вас прямая видимость вот этого пруда до труда вот то да конечно у вас больше всяких возможностей жирности сюда вот вот у нас как раз находится он бы мог но вопрос там как он найдет это место и чем он там питаться будет да это очень маловероятно если только и он если рядом есть например каналы какие-то и он может переползти такой был бы были такие даже в этот в пул заползали в бассейн но это рядом значит канал не у нас здесь ли канала далеко это надо ему очень долго это нереально хорошо пошли там где вы живете на канале туда вот там иногда крокодилы попадают в отворил и движемся на второй этаж так вот тоже такое такая конструкция когда не чугун и не деревяшки а вот сплошная стеночка может быть там что-то сзади стоит столик стоит со стульчиком хорошо вот открывается прекрасный вид на металлическую крышу соседнего дома ну что же такая площадка с нее мы расходимся на стиральную и сушильное так это мастер бедрум да тут тут у нас туалет я стараюсь не быстро иногда не получается так немножко статичности добавляем так давайте зайдем в этот угол и отсюда шкафчик вид хорошая из шкафчика ну такой он специфический здесь тоже какая-то труба пол и не поймешь что там нет это для кабельного телевидения интернет так ладно идем дальше так еще туалет такой вытянутый симпатичный офис офис типа бедрум вон там шкаф эти двери но маленький конечно маленький так со шкафчиком тут лучше вид немножко тут крыша уже черепичная как-то растем так так идем дальше что вроде посмотрели до сеточка твое заключение как это а почему я посмотрел окно что сиена давайте прочитаем про сиену вода не работает да да значит если друзья кто-то вдруг захочет сходить здесь в туалет то это можно сделать только на 50 процентов то есть сходить можно а смыть уже нет так поэтому лучше в туалет ходить в офисе то есть и она у нас стоит 463 тысячи здесь уже 2220 square feet так 2200 2220 на 200 но уже поприличнее остальные параметры такие же три бедра чуть побольше пошли смотрим вот этот дом который сиена который мы тоже раздумывали вариант потому что интересно логика вот когда вы смотрите то есть почему мы в итоге что-то берете что-то не берете вот почему например мы его не захотели мне нравится вот это вот чугун и вот вот это все она милая такой второй свет вот когда открытое пространство окей высокий очень потолок у них у всех очень похожий вот этот вот ну как зашел вот его тут комната 1 и там кухня 2 это все похоже но но ни одно и то же это они сделали бассейн давай что сейчас ты можешь свой бассейн заказать детская оснаете да это детская но очень сушки прям вигвам какой-то катюш вигвам хоть а было так туалет патио door . там система ты когда заходишь туда-сюда система бит патио door и здесь тоже сеточки сеточки чтобы так не чтобы не летала ничего а там пруд какой-то да чуть подальше вам понравилось вот это вот пойдем глянем там ладно смотрим смотрим что вообще тут жарковато вот вроде бы улица ё-моё ё-моё значит хочу сказать что в доме гораздо приятнее находиться здесь прохладненько но не знаю что за бутыляки я бы они для самогона друзья это для красоты казалось бы для самогона вот чего здесь не хватает вот ей-богу вот не хватает еще раковинки 1 вот вот тут бы раковинку это я вообще не пентри это просто шкаф какой-то такой кабель миг микро пентри как тебе пол вот эти плиточки на полу света это типа должна быть ухода раздеться галоши поставить свои вещи только покажи что по что внизу это очень странно иметь такое блингром просто странно ну одежон одежонка как-то в таком месте здесь видимо выход что ли с этого нет наверно там дальше выход из гаража смотрим странно ну тут тут симпатича бом-ом-ом-ом слышите друзья эхо эхо тут шкафчиков нет я понял тут гараж совершенно голый обычно тут шкафы какие-нибудь там я не знаю или сиротский гаражик сиротский так идем дальше так 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 ну что наверх 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 так о коряга смотрите друзья вот так идешь думаешь коряга а здесь денег стоит как у вас тут вообще изделие из крокодиловые кожи популярны крокодилы же есть людей бы охраняли они крокодилов охраняют так ну что тут детская так они раскрасили детская спаленка конечно если кровать взрослую поставить вообще место не будет и даже вот шкафчик раскрасили сиреневым прям можете чувствовать себя принцессой диснеевской цвета такие хорошие так что у нас тут а это видимо много детей тут запланировано тут еще детская совсем для бабочки такая крова . она маленькая конечно они поэтому такую маленькую мебель сюда накидали так шкаф шкаф вот вид из окна друзья вид из окна такой я бы сказал немножко индустриальный так идем дальше где там сквально так тут такой день да это такой ведь открытая немножко пространство но в таком месте часто у людей стоит какой-то офис лофт лофт да хорошо а тут что-то видно дует там понятно шкафчик тут это термостат температуру регулировать так стиральную сушильную мир мило вот вот здесь милый апгрейд это тоже веру пол ну да они берут они берут оптом больших количествах закладит на крышу железную именно в этой сиене очень хорошее окно на 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 бэк я про в моем доме к сожалению нету окон почти на бак я но там есть ты знаешь вот ты подержу этот бассейн но ты будешь просматриваться из всех высоких домов вокруг вот это кстати один из момент в который меня смущает в жилье как в своем хаосе потому что реально как бы со всех сторон есть доступ ну да так вот у нас умывальничек на 2 раковины что тут такое туалет со всех сторон друзья дует кондиционированным воздухом без этого довольно довольно влажно и тепло на улице так это шкафчик хороший большой walk-in close вообще здесь немножко кластрофобично особенно вот эти две двери это просто кошмар какой цвет и нет ощущения какой-то кластрофобично сделать из-за чего происходит из-за того что здесь очень маленькая здесь вообще-то говорят считается три фута чтобы пройти девять сантиметров конечно ванной комнате не то место где ты проходишь ты то место где ты находишься вот эти две двери вот одна за другой писаешь это вот тут дверь открылась и что ты в туалете смотри ты в туалете а дверь закрыта и вот ты начинаешь из туалета выходить и начинаешь дать но меня интересует что вот здесь в туалет туалет нет там не туалет вот здесь не известно что находится я думаю что нужно открыть может там очевидно это сам потому что и тут нет слушай там какое-то место место совершенно закрыты там нету ретерна никакого то есть там нет никаких да это можно открыть и при это будет хорошее место вот тогда если его открыть и все это сделать это будет вполне себе но нужно случайно такое что иногда по дизайну они же массовую застройку делать нужно эти вещи не обращают внимание они сделали типовое все там может быть были запланированы трубы а потом переделали то я понял потому что если там был ретерн да например ретерн друзья это труба по которой идет воздух обратно идет оттуда дует и где-то возвращается я поняла что там что-то стоит но здесь ничего не стоит оно пустое бывает бывает друзья что-нибудь как мы придумали как апгрейный дом пойдем мы покажем это будет очень круто всегда есть плюсы всегда есть минусы большую патио на первом этаже заслоняет приток света в комнату то есть то место помещение темно то здесь компенсируется избытком света и очень такой на есть помещение вот дима говоришь чтобы здесь палочки стояли мне кажется что лучше вот такое получается закрытое помещение но палочки можно было поставить палочки правда это опционал да ты посидишь на своем офисе прямо на входу ты все видно что это происходит может быть там не очень аккуратно не очень там почему еще раз он был четыреста там пятьдесят тысяч ну как стоишь нормально денежка слушать а вот в этой ассоции вирджинии например за 450 тысяч можно купить три тысячи ствердфутов городом света но в вирджинии это вверх это замечательно такой вопрос здесь тоже открывает тоже открывает сколько стоит ассоциация здесь вот вот тут ежемесячные ежемесячные платежи всего 200 долларов ну да да 200 долларов отдельно ты еще плать ты конечно сразу отдельно плачь за свою воду который больше количество это понятно да плюс ты плачь 30 долларов в месяц ну все равно это не тысяча все-таки даже со всеми наворотами это все равно но но мы считали учитывая что вот кстати мы не договорили тогда вы сказали спрашивали будет ли влиять стоимость апгрейдов на продажную цену да да я хотел добавить что с одной стороны может быть это и не влияет сильно когда но когда вы делаете если это делается вот на покупке нового билдинга да то у вас все ваши construction добавления все все опции они входят в стоимость окончательную которая облагается налогом таким стоимость стоимость дома самого она выше чем у человека который не поставил их и у вас может быть разница в 100 тысяч когда вы будете предать продавать это зачтется потому что стоимость вашего дома на рынке будет выше за счет вот этой налога с другой стороны я подумал что если такое дело и оно засчитывается вашу стоимость сразу то вы подумали если уж но вы будете платить то есть а получается что может быть проще отделку уже за свой счет сделать и не платить налог на собственность хотя если они знают что ты делаешь какие-то серьезные работы то они как бы должны сделать переоценку дома то есть полка двух концов дом ты делаешь апгрейды какие-то в обычном доме сам они не включены в стены там это только это правда относится к новым домам и конечно ты не хочешь друзья вы видите как много как много нюансов вы можете просто отдаться воле проведения и все и не думать и не думать а то что если начнете думать у вас много денег но если вы не отдадитесь воле проведения то вы можете долго считать и все равно ошибиться вот ваша все не учтешь да то есть как бы учитаны учитывая что например мы существенно в экономе вот в плане вот это ваших а так называемого да вот это мы это да но у нас налог становится выше чем мы сейчас имеем да и когда я считал все под конец мне как бы показалось что мы будем по итогу платить больше чем мы платим сейчас ну естественно я думаю мы с этим с этим домиком закончили пошли дальше вот у нас дом называется river walk это вот то что вы в итоге купили какие параметры ну он конечно смотрится как какая маленькая меншин усадьба то есть это как бы уже уже тип меншин вот эти дома это как бы не меньше на вот что там ниже где-то не на ну дом да а вот это уже меншин хорошо симпатично черепица это все настоящая черепица до или это какие-то искусственные материалы настоящих хорошо должно делать хорошо температуру от жары ребята вот значит у него параметры какие у него стоимость стартовая от 526 тысяч долларов так 26 значит у него может быть четыре из или шесть bedroom то есть как бы то есть как как закажешь да да то есть четыре это минимально вы получаете просто дополнительные есть есть комнаты которые можно в спальне переоборудовано вот они так ведут они так тоже есть тебя но просто они не не в спальне надо за то есть можно переоборудовать это пространство в спальне гаражных мест есть два плюс два впереди будет на драйву и то есть четыре машины ты можешь друзья то что вы видите кустики здесь перед гаражной дверью это чисто декоративно это потом уберут вместе с пальмами и это будет нормальный гараж значит здесь от двух с половиной базовым до четырех опять же до количества спален зависит и значит у него 2700 square feet это прилично слушать вы в итоге взяли сколько бедрумов не мы стандартных 4 4 как бы нам куда ну на двоих да да на самом деле если даже двое детей то четырех бы вам хватило так вот вот светлана улыбается я чувствую ниже глазки загорелись здесь и конечно светлане простора мало ничего перестраивать не надо вот это дэн очень симпатично очень он он красиво и снаружи да и внутри он тоже снимает здесь можешь хочешь тут реально есть место и она окошечко очень хорошо вот туда смотрит мне это очень нравится и даже наверху этот на потолке да вот выемка вот это вот это опция но это симпатично еще вот натяжной потолочек натянуть вот там вот там наверху так что блестела и так отражала вообще шикарно было ну ладно это так да или можно тут библиотеку это сделать и вот именно эта часть она как раз трансформируется в бедрум понял при желании да то есть бедрум что получается если ты хочешь бедрум у тебя вот вот эта стена достраивается вот сюда здесь вот такой проход получается вход в эту вот эта часть расширяется и вместо вот такого полу туалета да вот этого полу туалета это халф да халф да халф да да сюда ставится душевая кабина и соответственно получается полноценный разрум тут есть место да да а ящичек вот это к сожалению пропадает здесь шкафчик вода вместо него стоял бы душ я понял хорошо ладно значит вы сейчас такая трансформация сейчас у нас библиотека офис все что угодно туалет шкаф движемся движим так я сейчас вот сюда встал заходим такая трансформация стоила бы где-то я не помню точно но что-то в районе десяти-пятнадцать тысяч долларов это это ничто за лишние бедрум это вообще не что когда вы когда покупаешь дом и там лишний бедрум это дорогого стоит но вот что мне нравится это первый дом который мы видим где вот сегодня где ты заходишь и нету лестнице которая съела проход лестница пошла налево я же не знал что мы потом увидим привати но я вот нет на нервы действовал а вот тут все-таки лестница пошла в бок а широкий проход это создает как бы совершенно другое впечатление ну это стандартная часть мы сегодня такого видели много там у нас значит половина этой территории значит там сеточкой затянуто такое как как вы назвали это место пати пати пусть будет платежно если вы снимете в проход так и смотреть куда и смотрите вот смотрю сюда так вау шикарную шикарную ну вы можете себе это позволить потому что там сеточка стоит конечно чем вам тут налетела будь здоров слушайте мне это нравится очень это хорошая фишка так идем дальше ну что же ох тыж мама родная тут такое помещение как бы сказать ну я не знаю компьютер что здесь поставить да вот розеточка интернет все дела мама готовит на кухне папа смотрит телевизор ребенок сидит занимается своими интернет делами да это такой снова в смоу офис здесь как-то можно делать для ребенка вот доска для хочет да тут можно написать что-нибудь там друзья не то что вы подумали и здесь такого и на досках не пишут у вас сразу идет такой шкафчик для каких-то офисных я не знаю там бумаг там бедные бедненько который уже ведь вот то что я говорил да если идет выход кондиционера сюда сюда здесь как и свет выход кондиционера то есть там на самом деле температура может быть как в погребе да тут прохладнее да 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 еще тут свет можно включать мы просто здесь сейчас мы инсталируем а у меня он есть окей очень мило очень мило ну что пошли наверх сделанную вот эту опцию встроенную кучу до плита вытяжка это стандартно так вот отчасти нет это не стандартно доплатить 5 тысяч долларов 6 хорошо так ольга ну да там видимо гараж у нас да там у нас гараж ну да можно гаража когда ты вышел и повесила дежурку это имеет смысл вот то что мы здесь видят рюкзак повесить можно да конечно вот пожалуйста катерина школу трюкзаком конечно меня возьмут меня никогда не надо снимать никуда это очень удобно очень удобно а у нас отлично екатерина ты в школе какой язык иностранный изучаешь испанские ну ты можешь что-то по-испански сказать это хорошо а есть дети которые на испанку которых испанский родной язык прямо в классе у вас понял мамина комната как а папу что не пустят сюда а как зачем же маме такая кровать большая как-то даже удивлён что ж так с папой так строгая немножко странно сделано потому что видимо предусматривал что кровать должна вот так ну там есть такой мальчик и он идет в школу но его мама работает где я иду в школу она работает на она смотрим так а это туалет для мамы такой да такой ну это проход тут у нас туалет так тут у нас шкафчик хорошо а то знаете бывает вот тут стеклянная стена между туалетом например и этим делом вот сидишь туалете и смотришь там как кто-то моется слышишь слышишь очень хорошо слышишь подожди солнышко мы так по порядку обходим знаешь ты стихи русские заешь а значит вот есть такая фраза мороз воевода дозором обходит владения свои слушай кровать двуспальная вот это вот как раз то что я говорил это вот второй бедрум вот сюда ставится можно вот здесь и заверну то есть вот как бы это сюда сюда такая стена такая старость то есть отдельный вход и потом и плюс добавляется одна еще ну да то есть это пространство сожрется и будет как барак как тебе нравится кровать о двух этажах сегодня спишь внизу завтра спишь наверху тебе бы хотелось лезть по лестнице на себя на кровать хорошо а столик такой тебе нравится глобус смотри москву можно эти на глобусе давай где москва да ну ничего страшно так ладно это сложно так ну естественно тебе можно на самом еще несколько полочек сделать чтобы были такие которые можно снизу доставать например прошу прошу спасибо так окей так тут у нас туалет я говорю риэлтор шага и ты знаешь сколько такой дом стоил бы в кремниевой долине однако что в трое ягу нет ягу не в трое а так раз в семь восемь зайчик такой господи это такой будильник будильник в виде зайчика он только зазвонил от ему бах про между ушей сверху так бах между ушами он замолчал да это хороший такой русский будильник где он должен привлекать должен привлекать наших соотечественников так хорошо так пошли бабушки на ком а бабушка приезжает в гости да бабушка в москве живет где живет бабушка так а ты навещала бабушку москве ну ты не была в москве сама да не не ездила ну понятно так тоже шкафчик для бабушки смотри она может разложить свои драгоценности самое главное когда прячешься это знать дорогу обратно а то бывает так спрячешься знаешь и не потом не знаешь как оттуда уйти хочу в окошко глядя да вот друзья что значит мудрость мудрости с годами приходят . пока молодой думаешь как спрятаться а когда постарше становишься думаешь как бы так не получилось что ты потерялся где а что там ты как голодная все время что почему почему в кухне собачку тебя не хочется да ты что какая маленький я говорю собаку хочет у нас есть у них есть собак но может перри большую вот друзья мы обмениваемся значит что скажешь света ну из всех домов мне конечно тут больше всех понравится это неудивительно он больше он больше он такой приятный и как-то в нем знаешь очень много разных таких маленьких уголочков на каждом место найдется в семье я смотрел и вот нигде не было чтобы две раковины было а а есть общая такая две раковины на кухне не 1 2 конечно вы имеете ввиду чтобы у них только на нет 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 одна там а другая там хорошо вот но но все равно и сентом как он проснулся на землю да и есть раздвижная стенка вот эти стенки раздвижные нас тоже ставят калифорнию в частности делали репортажа 5 миллионном доме там вся стена но там таки налетит но там таки налетит потому что она ничем не закрывать 10 наружные у нас может быть там комаров нет но у нас есть мухи поэтому это не будет очень у нас практично здесь вполне если снаружи сетка можно открыть это все и даже если кондиционер в доме работы то там может быть как тебе ценник вот а сколько он стоит 550 примерно ну слушай вот такая разница маленькая 450 550 вообще уже без разницы такая большая рензи но это нам явно лучше да ну что же хорошо и на самом деле очень низкая цена ассоциации там 200 долларов в месяц вообще смешные деньги тут есть бассейн тут есть какой-то джим наверное да спортзал есть джим бассейн теннисные корты ну то есть это все на 200 есть куда гостей позвать это все на 200 дом мы за квартиру двое больше куда-то clubhouse здесь такой здесь три 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 есть территории для проведения всяких мероприятий шикарно это детский день рождения когда он хочет всех домой ты не платишь ничего за это только нужно резерв вставить в общем очень симпатичное место и красивый вид вот дмитрий сказал что он вид на озеро это вообще замечательно но мы сейчас заедем туда посмотрим ну хорошо мы прощаемся с этим просмотровым комплексом так поехали дальше вполне доступные цены слушали за полмиллиона нормальный дом что здесь люди зарабатывают сейчас нормальной зарплаты вот нормально я поняла что здесь сервисных работ много ресторана гостиниц там люди не так много зашибают что что ты вот какой доход на семью в среднем там известно это сложно мне так сказать все зависит от того где работаешь я думаю что где-то наверно ну тысяч наверно четыре на человек то есть пятьдесят тысяч год нормально да ну как это приличные деньги нет есть кто и 2 зарабатывает конечно ну я думаю что за 2 как бы тяжело такой дом купить но не такой дом конечно да то есть не конечно если ты работаешь там я даже не знаю кем ну ну если ты там что-то можешь или убираешь ты вряд ли четыре даже а что это за единицы вообще это четыре тысячи вместе 48 50 тысяч год ну вот допустим начинающий тестер да вот у нас выпускник там допустим вот начинает там с 30 тысяч 30 долларов в час ну там 60 тысяч да вот к сожалению я нему ничего не могу сказать по тестерам хотя вот я немножко вы когда я смотрел ваш канал в этом говорили что-то по поводу да вот этих вот 30 долларов в месяц час в час соусу сейчас до старту вы знаете вот мне кажется что здесь именно в нашей или нет таких зарплат то есть зарплаты намного ниже но я именно 18-20 именно в вашей или именно в наши может у вас там да нет нет именно в вашей или на самом деле вот эти 30 долларов в час для скажем так выпускника партнод компьютерскую поскольку у нас онлайн класс и у нас люди по всей стране я могу сказать что это это уже не важно где то есть скажем в майами или в миннесоте или там в лос-анджелесе или даже у нас это все равно те же 30 долларов в час другое дело что у нас он с этих 30 долларов в час допустим там до 100 тысяч год постоянку он может там допрыгаться за год за полтора может быть за два там по-разному здесь проблема будет 100 тысяч получить то есть 100 тысяч здесь это намного сложнее получить чем у нас 100 тысяч но 30 долларов в час это начальная с которой практически в любой точке по стране с этого начинается ну может поэтому у вас получать 30 долларов в час это уже неплохо а у нас 30 долларов в час ты будешь не что ты будешь очень скромненько так как-то нет я поэтому и говорю что я как бы я сам не знаю не работал да но я разговаривал с людьми кто работает тестеры да у нас здесь вот кстати вы поедете в боку там я там знаю там пару человек вот как раз я с ними беседу на эту тему в боке там кстати то есть вот у нас сейчас как бы где можно получить работу в боке там есть какие-то стартапы компании и в майами донтаун то есть здесь вот форт лоттердейл вот эта территория здесь нет ничего там полно наших студентов работает форт лоттердейл ну опять же вот я наверное не в курсе просто то есть я не знаю ни одного нашего выпускника кто бы получал 18 или даже 22 долларов в час серьезно да ну значит меня дезинформирует или может это не наш выпускный студент может еще он откуда-то еще нет не он у нас учился точно онлайн учился я не помню я не знаете что вот иногда человек звонит там и говорит слушай вот предлагают там 18 долларов в час бывает я говорю послушаю это же лучше чем по улице ходить ты можешь взять 18 и через три месяца уйти на 25 не может это бывает но как как вот сказать среднее по больнице да это вот эти вот 30 долларов выброс может быть и и у нас например в кремниево удаление у нас есть ребята в apple берут вот так причем берут без интервью вот так звонит рекрутер завтра выходишь да вот так до 50 долларов 55 долларов в час людям которые ну просто поэтому я к чему говорю есть выброс но я же не говорю что это вот и приходи к нам в школу получишь 55 долларов в час это бывает но это не не то с как бы с чем мы каждый день у меня не делал то же самое и там скажем 22 доллара в час как частный случай когда я не знаю что но экстрим это абсолютнейший экстрим экстримы случаются то есть на одного который получает 18 кто-то получит там скажем 40 тоже бывает но в общем тридцатник так на круг идет да но я хочу сказать что ситуация здесь вообще в майами вот так скажем south florida здесь здесь меняет ситуации в плане что очень много сейчас айти компаний сюда приезжают почему я думаю что высшее руководство хочет иметь здесь какие-то дома и жить здесь ну потому что тепло здесь дешевле нам и дешевле да и здесь и нам по малогам наверное здесь попроще по моим наблюдениям бумирует в айтишном плане тампо я знаю просто люди которые там живут или жили или когда-то жили они говорят что понимаешь где тампо бумирует очень растет но там просто как бы кроме работы и домой приехать уже некуда дальше пойти тогда там немножко сурка скучновато скучновато такой для ну а тем не менее он это 5 по темпам роста город соединенных штатов да и там очень очень растет айти там полно работы в танке работы для тестера например столько же сколько во всей остальной флориде вместе взятой при том что и в майами нормально и в орландо можно жить и там и тогда в джексонвилле то есть можно жить ну что у меня знакомый уехал на север флориды я не помню это место как называется джексонвилл ну нет туда в сторону там какие-то хорошие школы университеты даже не знаю но не джексонвилл нет и и он там представьте он он здесь работал в компании вот прям вот у нас здесь и он с этой компании остался много это я вот хочу вот мне надо переезжать уж мне для ребенка там нужно так они его но хороший специалист действительно и они его оставили и он сейчас надо мог на домашней работе то есть как бы из дома это обычное дело да да при том что зарабатывает он больше ну в нашей как в области чем более ты синир да тем проще тебе работать из дома она а не горит это найти найти замену очень сложно это ради бога из дома работы вот сейчас как бы экономика движется в эту сторону и не надо место на него в офисе на этом когда у тебя половина сотрудников из дома работают и за офис меньше платишь все все неплохо но хорошо движемся вот друзья видим план этой комьюнити но я вижу что здесь как бы один комплекс и вот второй да вот мы сейчас смотрите мы сейчас находимся вот в этой части так который вся продана за исключением вот этого 6 бэдромного хауса да да они там разделили на 6 этих бэдромов а теперь них продать не могут так да вот и вот здесь вот мы вот это офис продаж вот это вот сэмпл дома да 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 то есть вот мы вот тут сейчас были но так здесь как бы все продано и она и они хотят эти сэмпл хаус они хоть сейчас идет вторая фаза это вот это дом который вы купили он где он находится конкретно вот то есть во второй стадии у пруда какого-то вы туда а пруды искусственные это искусственные пруды вообще вся эта территория это бывшая гольф-поле и когда здесь застраивали вот этот весь ландшафт его оставили вот эти пруды они как были так и остались никто ничего не как я понял были пруды от гольф-поле более того здесь стоят вековые деревья вы сейчас потом увидите их тоже не убирали вот здесь я думаю что городские власти не разрешат вековые деревья убирать конечно то есть вот это вы видите вот вторую фазу и потом еще будет третья фаза вот то что сером видите еще еще даже не размечен а вот тут какой-то эргрин да еще да вот это все это все это все вот это будет парк вот этот огромный 770 акров то есть есть где погулять на самом деле да то там будет велодорожка сейчас значит сейчас вот вот кстати я вам покажу сразу офисные эти теннисные корты теннисный центр здесь 4 корта больших хотя их больше по моему не знаю вот здесь это clubhouse то есть здесь бассейны и гостей можно джим да здесь отдельный домик для барбекю и пати это въезд в нашу комьюнити и потом еще будет здесь въезд в общем большая территория на самом деле да теперь что касается цен вот здесь вы когда дом берете вот например там 550 тысяч вот вы помимо этого еще платите премиум лот то есть если вот побольше не менее они все одинаковые так а что вы платите премиум лот это расположение а если он с видом на воду там допустим это одно на помойку другое то есть например вот лот который вот наш был как который выходит сюда да да на он мы доплачивали за него что творение точно не помнишь дура около 50 тысяч то есть грубо говоря за забить да но у нас например если смотрит скажем на океан или там на гольфовое поле или за ним стоит может хорошо вдвое отличаться по цене ну здесь конечно нет таких нет короче самые дорогие лоты это торцевые вот эти вот лоты они чуть больше где всего один сосед нет абсолютно такие же просто вот такие вот это даунхаузы вот эти вот эти лоты они где-то по 70 80 тыс это дома не ты не там хаузы нет нет это все дома я понял то то есть сосед плох не тем что стенка общая тем что вообще есть да я понял а соответственно те те лоты которые расположены вот как ну как вот вам пока вот например вот как вот это ну да то есть где у вас сзади сосед даже что вы говорили а спереди дорогу бакьян смотрят спереди дорога такие вот и стоят там всего там может быть 5000 я понял то есть отдельно как полка в магазине дата на уровне глаз подороже вот здесь где идет выход на проезжую часть ну так забор как бы есть но все равно здесь вот уже не очень эти вот и вообще по 1000 по 2 там я понял то есть разница разница там почти в 50 тысяч между видом хорошим и видом никаким да хорошо интересно спасибо